ПАУЛЬ КРЕЦ ПАУЛЬ КРЕЦ ПАУЛЬ КРЕЦ со здоровьем и вполне в порядке с настроением. Я вообще хорошо себя чувствую, и у меня множество планов, и я занимаюсь различными творческими проектами. Просто время от времени мне приходят в голову дебильные идеи о том, о чем бы снять еще свежий ролик. Но многие идеи, к сожалению, так и выпадают из головы, либо просто забываются, либо я ленюсь о них снимать. И я частенько думаю о том, чтобы не снимать того, чего уже наснимали другие. Но я забываю обычно это проверить, и просто все равно снимаю то, что мне хочется. Поэтому если вы где-то видели ролик, похожий на этот, на такую же тематику, пожалуйста, окиньте ссылочку мне в описании и в комментариях, я с удовольствием посмотрю и ознакомлюсь с этой темой. Мой канал изначально задумывался как видеодневник для отображения тех событий, которые происходят в моей жизни, чтобы оставить о себе след, что было вот такое вот живое существо, которое вы видите на экране, как оно жило и чем занималось. И, собственно, концепция теории, вернее того, как и когда я умру, вполне вкладывается в концепцию моего канала. И, может быть, если в жизни ничего не изменится, продолжится интернет, будет дальше работать YouTube, то через определенное время можно будет проверить, верна ли моя теория или нет. С чего же вдруг я решил поднять эту тему? И как я вообще могу знать, когда и как я умру? Ну, действительно, мы являемся приматами, животными, в общем-то, практически один из видов обезьян, то есть мы такие же живые существа, как и многие на планете. Другое дело, что мы находимся на этой самой планете немножко дольше, чем многие существа. Там какие-нибудь мухи, бабочки и прочие тараканы, ну, насчет тараканов не знаю, кстати, живут намного меньше, чем мы, хотя есть существа, которые живут дольше, чем мы. То есть у нас есть какое-то время на этой планете, которое мы можем провести на свое усмотрение. Но, тем не менее, рано или поздно жизнь кончается, и эта мысль всех пугает. Пугает она, естественно, и меня, но я всю жизнь старался ничего не бояться. И, кстати, позже ознакомился с трудами, ну, в частности, с интервью, такой персонажа, как Сергей Мавроди. Если вы не знаете, кто это Сергей Мавроди, на YouTube-те, нагуглите и посмотрите. Очень интересные мысли у этого человека, несмотря ни на какую его деятельность, и неважно, как оценивать его деятельность, у него есть чему поучиться. Вот одна из его коронных фраз – это что человек никогда не должен ничего бояться. Я всегда старался придерживаться этой позиции, именно поэтому я сегодня смело расскажу о том, о чем собираюсь рассказать. Есть люди суеверные, которые боятся поднимать эту тему, как есть, например, люди, которые не хотят писать завещание, потому что якобы, как только ты напишешь завещание, а ты сразу помрешь. Ну, суевериями я не увлекаюсь, поэтому если моя теория окажется неверна, и я умру раньше срока, который я назвал, или позже, мне это абсолютно все равно, ибо все равно это не от нас зависит. Поэтому я и делюсь с вами своими мыслями. В принципе, я никогда не боялся смерти, что в подростковом возрасте, что в возрасте, мне никогда не было паники от того, что вдруг моя жизнь оборвется. Только в детстве, помню, был один момент, когда я вдруг, я не знаю, сколько мне было лет, но совсем маленький, может, мне лет 5 было, 6-7, я даже не помню. Я помню, что я вдруг осознал, что жизнь закончится, и не будет ничего. Не будет меня, не будет моего сознания, ну, просто будет ничто, будет пустота. Я вообще не знаю, как ребенок может такое осознать, но мне вот это пришло в голову. Я помню, я прибежал к маме, и мама лежала на кровати вместе с одной из моих сестер. Я начал маме вот это рассказывать. Мама, мне страшно. Я представил, как я вырасту, как я умру, и все исчезнет, и ничего не будет. И моя сестра засмеялась. Она всего на 2 года меня старше, но она, видимо, не осознавая всего это, она засмеялась надо мной, как над каким-то глупым ребенком, что ты такое несешь. Вот же она жизнь, она вот бесконечная, и какая смерть вообще, когда тебе там, не знаю, 10 лет, 7-5. Вот такой вот был случай. Мама, кстати, спокойно к этому отнеслась, она не смеялась надо мной. Она так что-то мне, ну, погладила по голове, там успокоила, как мама обычно делает. Вот. Ну и, в общем, больше я к ней с этой проблемой не приходил. А еще, когда я стал глубоко изучать биологию, я очень четко в какой-то момент осознал вот наше место в природе и в обществе, что мы действительно, мы вот малюсенькая крупинка, и каждый из нас очень много мнит о себе и думает, что вот он такая особенная живая единица. Ну, это особенность нашего мозга, то, что у нас иногда просыпается так называемое сознание, и мы начинаем себя осознавать, не только движимые инстинкты, мы думаем о том, как бы там заработать, пожрать, сходить в кино, тарахнуть кого-то, обмануть кого-то, не знаю, написать песню даже, но в какой-то момент мы останавливаемся и осознаем, что вот мы такое существо, и таких существ миллиарды, и умирают каждый день где-то там тысячи, наверное, и рождаются тысячи, и были, и будут, и от того, что одни больше, одни меньше, вообще всем пофигу. Поверьте, вот на вас лично, вы помрете, ваши родственники погорюют неделю, и там вся жизнь это вообще продолжится. Ну, кто особо чувствительный, там могут потерять близкого и всю жизнь об этом переживать. Ну, а за остальным всем на это будет абсолютно насрать. Вы лишь песчинка вот из этого миллиарда десятков, сотен миллиардов людей, которые за все время эволюции жили на планете. И вот осознавая это, начинаешь совершенно по-другому ценить жизнь. Ну, во-первых, просто начинаешь ее ценить, потому что каждая секунда может стать для тебя последней, и когда ты умрешь, и все это прекратится, ну, ты просто не сможешь ничего делать. Я, например, не смогу осуществлять свои творческие проекты, когда я буду мертв. Как ни странно. С другой стороны, тебе становится абсолютно все равно, что ты умрешь, потому что что до тебя были люди, что после тебя будут, что твои родители, что твои дети, ну, и вы все равно все умрете. И вы, я, мы все умрем, нас просто не будет. И вот то, что я сейчас снимаю это видео, ну, вот может быть останется какой-то след в виде, вот в форме видеоролика на такой платформе, как YouTube. Осознавая это, собственно, перестаешь паниковать по поводу смерти, но и в тот же самый момент ты начинаешь заботиться о каждой секунде своей жизни. Ты перестаешь ее прожигать, ты перестаешь бухать, курить, я не знаю, там, иметь какие-то вредные привычки. И стараешься сохранить свое здоровье. Хотя это все равно не является гарантией долголетия. Ты лишь способствуешь этому, а дальше, что называется, на роду написано. Но это исходя из твоих, особенностей организма, сколько ты проживешь, никто не знает. Ну, так вот, прожив примерно половину своей жизни, если верить среднестатистической продолжительности жизни мужчин в России, я думаю, многие задумываются о том, сколько же они проживут в итоге, и будучи вполне сознательным, отдавая себе отчет, не витая в фантазиях, что можно жить вечно, или что существует какая-то загробная жизнь, и кроме того, увлекаясь биологией и понимая какие-то свои особенности, особенности своего устройства и физического, физиологического и психического, я сегодня хочу сделать, собственно, предположение о том, как и когда я умру. И сделаю это прямо сейчас. Те, кто общается со мной хотя бы относительно близко, а такие люди тоже существуют. Уже слышали от меня эту теорию, я уже делился с несколькими людьми своими мыслями на этот счет. Так вот, я считаю, что мне суждено умереть в возрасте примерно от 40 до 50 лет. И умереть всего лишь от одной из двух причин и обе связаны с сердечно-сосудистой системой. Я предполагаю, что моя жизнь оборвется от инфаркта или инсульта. Почему же я так предполагаю? Почему этот возраст и почему эти причины? Ну, всему виной, как я уже сказал, моей особенности, как индивида хомо сапиенса. Я человек довольно чувствительный, переживаю много стрессов. Стрессы довольно сильно на мне отражаются. Сейчас это, как правило, уже не так страшно во взрослой жизни. Но, будучи помоложе, в юности, я переживал многие депрессии, многие страдашки всякие. Я уже сейчас догадываюсь, что это наверняка отложилось на сердце и на моем здоровье. А проблемы с сердцем, как правило, выскакивают у мужчин особенно. Ну, у кого-то после 30 лет, у кого-то после 40. Но, как показывает практика, вот даже по наблюдениям, не знаю, за теми же бодибилдерами, вот, ну и просто, в принципе, по средней статистике, после 40 начинается такой рискованный период. И многие мрут от проблем с сердцем именно с 40 до 50 лет. Может быть, даже чуть раньше с 40-40 до 5. Вот так вот я бы предположил. Вот. Это достаточно ранний возраст, да. Конечно, не хотелось бы помирать в таком возрасте, если я собираюсь жить долго. Но так как зависит это не от меня и, собственно, мало вообще от кого это зависит. Особенно та причина, которую называю я в качестве причины своей смерти. Инфаркт или инсульт может схватить абсолютно любого человека абсолютно в любой момент. То есть, слабость сосудов или истощение нервной системы вследствие многочисленных и сильнейших стрессов могут привести к этому абсолютно в любую секунду. При этом уже давно я веду вполне здоровый образ жизни. Я думаю, по сравнению с большинством людей вообще суперздоровый образ жизни. Практически не пью алкоголь, там раз в год может быть пару и машек. Реально. Вот. Не курю, не балуюсь никакими наркотиками, практически не употребляю никакой фармакологии, никаких лекарств. Вот. Я занимаюсь спортом, причем давно уже не занимаюсь спортом на убой, что тоже, в общем-то, не полезно. То есть я давным-давно уже соревновался, не занимаюсь соревновательной деятельностью, и в своих тренировках я уже не переусердствую, не переутомляюсь, стараюсь не получать травмы, вообще не перенапрягаться, что и есть настоящий здоровый образ жизни. То есть стараюсь заниматься физкультурой, никак не спортом. Но, несмотря на все это, есть стрессы, которые я уже пережил, довольно сильные, и стрессы, которые периодически попадаются до сих пор на моем пути, которые приходится переживать. И все это не так просто, и я уверен, что это отражается на моем здоровье и на моем возрасте отхода, хотел сказать, мир иной, но мира иного никакого нет, отхода в землю. Ну и как-то никогда меня не беспокоила проблема ухода из этой жизни, кроме одной единственной как бы зацепки, это мое творчество. Мне было жалко, что я, если вдруг умру, то не смогу закончить какие-то свои творческие проекты. Ну, на тот момент это были в основном проекты музыкальные, больше я ничем таким не занимался. Сейчас у меня еще много других фото-проектов, видео-проектов, и действительно будет жалко, потому что я считаю их настолько ценными, что они достойны того, чтобы увидел кто-то еще, и чтобы я успел их закончить до конца своей жизни. Поэтому, следуя своей теории, я очень постараюсь завершить все свои намеченные проекты до 40 лет. Ну, я попробую, а там как получится. Если я не закончу их до этого момента делать, я их продолжу делать, и посмотрим, сколько я проживу. Ну, а если не закончу и помру, ну, и хрен с ними, что ж поделать. Кому-нибудь по наследству там отойдет мой компьютер, мои фотоаппараты с картами памяти. Может быть, кто-то закончит это за меня, а может быть, просто выкинет на помойку. Nobody cares. Хотел сделать короткий ролик, только вот со своей теорией рассказать, когда я помру, и все. В итоге опять разболтался. Ну, теперь все, точно давайте заканчивать. Если вам эта тема интересна, и хотите, чтобы я поделился с вами еще какими-то мыслями, или вам есть о чем поделиться, напишите в комментариях, и мы эту тему продолжим. Вот. А на данный момент я подытожу, что я думаю, что я помру с 40 до 50 лет, а это одного из двух сердечно-сосудистых заболеваний. Или инфаркт, то есть сердце, там, разрыв сердца, как это еще называют, сердечный приступ. Или инсульт, то есть когда лопают сосуды мозга. У меня, кстати, от этого умерла бабушка, но в пожилом, достаточно полосровом возрасте, за 80 лет. И очень интересно было бы, если бы вы поделились своими мыслями. Хватит ли у вас смелости, чтобы подумать и предположить, сколько можете прожить объективно, сколько можете прожить вы. Если хватит, оставляйте комментарии, давайте обсудим. Напишите, как думаете, когда вы помрете, и от каких причин. Ну, а если вам не хватит смелости написать о себе, или вы слишком суеверны, то можете написать обо мне, как вы думаете, сколько я проживу, от чего помру, и насколько реально мое, допустим, предположение об этом. А с вами был Пауль Крец. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам нравится, поставьте пальчик вверх. Если не нравится, можете целых два раза нажать на пальчик вниз. И подписывайтесь на канал, пока вы еще живы, и пока я еще жив. Ну, а также посмотрите мой отдельный плейлист о других моих мыслях. Субтитры сделал DimaTorzok